друзья всем привет в этом видео я буду поливать первый раз орхидею после пересадки а акцентирую внимание на самые распространенные ошибки при поливе орхидеи в закрытой системе и какие ошибки к чему могут привести к перечеркиванию всего того труда который потратили на пересадку и омоложение орхидеи и самое главное друзья хочу ответить на вопрос который написали мне после пересадки вот этой вот орхидеи когда пересаживали в вареную кору вот в такую вот ну не такую это ручной галтовки то есть обрезанные уголочки острые а мы пересаживали в не обработанную но вареную и вот одна из зрительниц написала такой своеобразный комментарий точнее даже не комментарий а вопрос замечания зачем выдумывать новые грунты и посадки орхидеи если за нас производители орхидеи уже все давно придумали европейские орхидеи нам привозят всегда и все посаженные в кору с кокосовыми добавками а из тайваня привозят орхидеи во мхе и всем все нравится орхидеи у них растут и цветут а мы с вами изобретаем заново велосипед не проще ли просто орхидеи сажать и пересаживать в те же самые грунты в чем выращивают и продают нам эти растения производители а вот такой вот я бы даже сказал серьезный вопрос я думаю что многие из вас тоже задавались этим вопросом когда вставал вопрос пересадки так но я на него отвечу но прежде давайте я сейчас полью эту орхидею и уже перейду к ответу на вопросах и так значит как поливаем пару дней назад мы пересадили эту орхидею в вареную кору в закрытую систему были вопросы когда поливать поливаю друзья через пару дней почему через пару пару дней а уходит на то чтобы ну когда мы пересаживали вы видели что я особо не церемонился даже был вопрос такой ой корешок вы срезали а чем-то вы обрабатываете нет ничем не обрабатываю потому что само все подсыхает через несколько часов а уж через сутки-двое вообще все замечательно остается посмотрите какая прелесть все засохло то же самое и а внутри происходит когда мы сажаем вкручиваем корни естественно происходят надломы и поломы и так далее там подобные и чтобы дать время этому всему зарубцеваться подсохнуть чтобы это сразу вода на живую ткань не попадала разломанную и не было гниения ну вот ну как бы вот я уже за много-много лет увлечение орхидеями уже вот так вот освоился что после пересадки орхидею поливаю там через день-два вот но опять же это все еще зависит от сухости того грунта который пересаживаю если прям совсем пересушенный а мог или или керамзит то поливаю через несколько часов через там через сутки а когда такой знаете полувлажный средней влажности то там через два дня если уж совсем мокрый грунт то перри поливаю через там несколько дней пока все дело не подсохнет так ну что а теперь при поливе важный момент друзья первый полив у меня всегда я замачиваю грунт чтобы грунт напитался чтобы корни на напились чтобы вокруг основания орхидеи тоже было влажно и влага выманивала новые корни орхидеи делаю вот так вот вода температуры комнатной тоже вопрос такой какой водой теплый или какой по поливать значит орхидею друзья поливать такой же температуры что у вас температура находится в помещении в комнате значит воду наливать друзья потихонечку это одна из главных ошибок новичков когда пересадили орхидею там в кору например или в керамзит и тут же прям бабахают воду весь этот грунт точнее кора она не тонет видите она как пластиковая ей например нужно какое-то время чтобы она впитала воду и ну как бы ну не всплывала так и здесь первый полив он важен потихонечку заливаем воду справа ли вам поверхности чтобы у нас грунт смачивался напитывался это важный момент потому что если бахнуть то наш весь труд пойдет может пойти на смарку это частое явление когда особенно в керамзит пересаживают ливанули начинают всплывать и выдавливает выкидывает орхидею с корнями и очень часто вижу такие фотографии когда присылают ой орхидея завалилась а когда вы ее пересаживали да вот я ее пересаживал там буквально пару месяцев назад она вывалилась ну очевидно видно что орхидея выводилась из-за того что керамзит или кора всплывают при заливе при замачивании и выдавливают оттуда орхидею поэтому потихонечку воду подливаю подливать буду но как можно выше и оставлю эту орхидею ну где-то наверное минут на 30 в воде чтобы кора напиталась водой от низа и до верха максимально следующий полив уже будет значит не замачиванием а по мере просыхания грунта буду подливать сюда на дно ну вот так вот с мизинчик раз налил чтобы потихонечку эта вода впитывалась мхом вот этим фитилем и подымалась вверх и раздавалась соседним значит кусочком коры но значит наблюдаю одновременно за орхидеи если орхидея после полива по мере просыхания грунта начинает где-то терять тургор значит очевидно что корни перестали ну те корни которые есть вот они допустим находясь во влажной среде перестали как бы работать поэтому орхидею следующий полив делаю тоже замачиванием чтобы и макушка вот здесь вот точнее поверхность тоже ну напитывалась водой если с орхидеей все нормально то следующий полив после этого я просто подливаю с мизинчику так вот водички на дно ну и вот по мере по мере просыхания грунта то есть не даю ему высохнуть это важный момент он не должен быть мокрым прям болото да и не должен быть сухим и это значит условия для наращивания новых корней именно вот таким орхидеям как это который вот мы пересаживали смотрите воздушный корень напитался прям впитывает хорошо а виламин видите намок вот значит есть вероятность что он работает но он работает потому что кончик у него был зелененьким вот все вот так вот видите потихоньку подливаем вот от край воды поверхности ну и вот так вот еще чуть все главное чтобы это у нас не выдавилось не всплыло вот еще конечно этот момент зависит от того как мы посадили орхидею если слишком рыхло грунт уложили то он да может тоже всплыть если хорошо его уплотнили вот эти кусочки между собой в распор то конечно но всплывание подымание грунта но мало вероятно так ну и полью заодно вторую орхидею потому что в тот же день пересадил вторую но покажу видео чуть-чуть позже покажу его она очень интересны отдельным видео потому что были некоторые нюансы трудности вот общем видео интересное про пересадки этой орхидеи вот спустя несколько дней я обязательно его покажу вот тоже поливаю потихонечку так ну и пока значит стоит это орхидея напитывается я вернусь к вопросу а еще раз его быстренько прочитают он у меня здесь на компьютере значит еще раз цитирую вопрос зачем выдумывать новые грунты и посадки орхидей если за нас производители орхидеи уже все давно придумали европейские орхидеи нам привозят всегда и все посаженные в кору с кокосовыми добавками а из тайваня привозят орхидеи ван хи и и всем все нравится орхидеи у них растут и цветут а мы с вами изобретаем заново велосипед не проще ли просто орхидеи сажать и пересаживать в тоже во что пересаживают и продают нам эти растения производители значит смотрите орхидеи которые выращивают в оранжереях конечно можно то же самое их выращивать в тех же грунтах что и продают но значит для чего мы сажаем орхидеи в грунт я уже на эту тему рассказывал что вообще фаленопсисом вот этим вот гибридным и вообще грунт не нужен мы то есть они корни у них это эпифитные воздушные то есть они все питательные вещества берут из окружающей среды поэтому сажая в горшки в грунт мы таким образом их вообще закрепляем на подоконниках на полочках то есть это такие своеобразные подставки ну а чтобы корни у этих орхидей не пучковались в разные стороны да мы их собираем вот в эти емкости и там им обеспечиваем определенные условия но наши домашние условия они кардинально отличаются от тех условий в которых они выращиваются но ведь вы же не будете значит находиться и жить в помещении при 16 17 градусах это холодно днем орхидеям нужна температура в районе 24 25 градусов ночью в районе 16 это оптимально в оранжереях подобные температуры обеспечивают а плюс повышенную влажность от от 60 вот попробуйте пожить в таких условиях хотя бы неделю да вот поэтому значит мы создаем им условия там влажность компенсируем определенными грунтами то есть где-то мог добавляем скорой где-то еще в оранжереях орхидеи поливаются постоянно да мы не можем себе там этого позволить вот в оранжереях обеспечивается определенное количество освещения вы тоже не можем такое количество освещения мощного всего спектра обеспечить поэтому здесь нужно понимать что у нас просто нету в домашних условиях тех тех моментов которые могут обеспечить оранжереях отсюда у них и подобные грунты в которые сажают до в азиатских это мог потому что он более у них дешевый мох ну оптимально сажать в кору но азия не сажает в кору ну может быть где-то и сажают но редко но им экономически выгодно покупать мох из австралии из новой зеландии новая зеландия друзья там от азиатских теплиц в часе в двух на самолете нежели если бы они у нас в россии или в европе покупали эту кору сосновую да и 12 там 10 8 12 часов на самолете или там я не знаю на месяц на пароходе каком-то довести эту кору это экономически невыгодно это дорого поэтому они сажают в мох в европе конечно да кора торф вот добавляют все это перемешивают это тоже экономически выгодно да и здесь ну как бы нельзя сопоставлять почему азия в этом как его выращивает именно вам и а европа именно в коре с торфом но просто по экономике почему именно в таких грунтах выращивать потому что они в данных регионах самые доступные вот но нам хочется сажать в более дорогую кору вот мы берем покупаем до более дорогую кору галтованные ручной галтовки да но у нас есть видео например на канале где там пяти шести там четырехлетней давности где сажаю в такие же грунт их покупные магазины как и те орхидеи что раньше продавали такая мелкая кора прямо вот ну как знаете с добавлением торфа и прекрасно орхидеи растут развиваются все тому подобное но мы еще раз говорю живем как бы в современном мире на вкус и цвет приятеля нету есть разные горшки кому-то одно нравится кому-то другое есть разные грунты кому-то один нравится кому-то другой кому-то вот именно вот так нравится потому что орхидей например вот все равно абсолютно все равно круглые кусочки или угловатые как у пеностекла да то есть корни не порежутся как некоторые думают что ой острые куски у вас острые кранцы порежут корни друзья они порежут если мы будем брать полиэтиленовый горшок посажены в острые грунт да и когда корни выросли туда ему берем потом этот горшок начинаем мять ну конечно острые концы поранят да они и вот эти и гладкие поранят когда корень растет он не встречает острие он все это дело обрастает и ему без разницы гладенький или острый как для корней для орхидеи вообще абсолютно не имеет значения какой грунт главное обеспечить правильный уход полив влажность просыхание освещение температура это вот главные моменты для орхидей вот именно для корней будут горшки с дырками не будут ли горшки с дырками это тоже значение не имеет главное приноровиться и приспособиться к поливу и следить чтобы корни не не задыхались и не тонули и в то же время чтобы они не пересыхали то есть вот такие вот главные моменты а уже во что сажать это мы сами решаем никто никому не запрещает сажать орхидеи в те же грунт и что и производят производители ну вот как то так вот это примерно то же самое что можно ходить пешком да нам небеса дали ноги но мы почему-то хотим и на велосипеде кататься на двухколесном на трех на четырехколесном на мотоцикле на машине на автобусе вот бегом бегать они пешком ходить да то есть ну вот это примерно из той же оперы вот так что вот как то так и потом кто-то может ухаживать за орхидеями во мхе да кто-то но ни в какую не получается мог хорошо заходят кокосовые чипсы с керамзитом то есть каждому свое вот но еще раз повторюсь значит оранжереи выращивают в тех или иных грунтах не потому что что они самые лучшие а потому что они экономически выгодные а экономически доступны только и всего вот а орхидеи также прекрасно гниют и в амхе и в коре с кокосовыми чипсами с кокосовым торфом вот которые добавляют европейские оранжереи в общем вот такой друзья полив сегодня знаю ответил я на вопрос или нет но с поливом я значит вам все аккуратно показал здесь тоже корни у нас позеленели еще чуть-чуть подали его водички вот так вот и сюда тоже чуть-чуть подали его вот все еще раз значит пробежимся в заключении темы первый полив он важный его нужно полить так чтобы весь грунт максимально впитал воду это раз минут 30 я это держу затем следующие поливы буду планирую если орхидеи не буду терять тургор планирую поливать подливом подливом прям чуть-чуть буквально на дно с мизинчик толщиной вот так налил налил и все жду когда эта вода поднимется распределиться и в это время значит периодически наблюдаю за этими орхидеями первый значит месяц это важно понимать работают ли у кого корни орхидеи как она себя чувствует и уже по увиденному после пересадки да ну чтобы вовремя успеть среагировать значит если вдруг начинают где-то что-то всплывать можно при поливе так как сейчас забыл специально поставил значит ящик сюда можно сверху прикладывать камушки с обоих сторон с одной с другой стороны чтобы они не давали возможности всплывать если 1 1 полив вас выдавливает орхидеи грунт всплывает потом когда разработается разработается грунт когда он быстрее начнет игру и больше впитывать внутрь воды тогда уже этих проблем не будет и когда корни разрастутся они прикрепляются прилепляются к грунту к стеночкам горшков и уже таких проблем не возникает но вот этот друзья момент он очень важный и его нужно ну как бы учитывать все друзья вот такое сегодня видео всем хорошего настроения и до встречи в следующем видео всем пока